В общем, зефир это про то, что нужно тренироваться. С первого раза у всех не получается. У нас масса получилась, но вот мы теперь тренируемся в форме. Для меня зефир это про то, что нужно вернуться в спортзал, потому что мышцы должны быть сильные. Да, вот хотите большие, как назвала Ирина, это сахарная кома просто, потому что сахар тут почти 600 грамм. Да где-то? Да, 600 грамм сахара, 4 кислых яблок, которые, кстати, хорошо эти 600 грамм по вкусу перебили. Да, кислинка у них очень приятная. Посмотрим, что у нас. В общем, нам нравится делать зефир, мы поняли. Это очень успокаивает нервы. Это медитативное такое занятие. Осенью, когда холодно, на улицу никуда не пойдешь, противно, дома что-то хочется поделать. Очень медитативно можно поделать зефир. Сюда можно было добавить любой краситель и делать их зелененькие, синенькие, красненькие. Мы остановились на классике жанра на белом цвете. Вообще все началось с того, что на днях нас спросили. Девочки, а где купить вкусный зефир? И мы его решили сделать сами. Да, и потому что купить его в Ташкенте, ну вот я, например, не знаю. Смотри, какая идеальная получилась. Это вот, смотрите, сколько надо было, чтобы получилась вот такая вот симпатичненькая штучка. И, кстати, вот это вот огромное количество, это вот всего лишь с одной порцией. То есть тут в целом можно самим поесть, угостить друзей, знакомых и вообще. Рецепт, кстати, на сайте сера. Так вот, про покупки. В Ташкенте сложно что-то найти до сих пор. Что нас чаще всего спрашивают? Ой, савоярди, соусы различные, все для суши, какие-то необычные вещи. Что самое интересное, в Ташкенте действительно все это есть, но у нас нет культуры это все рекламировать, рассказывать, поэтому никто не знает, что есть. Я раз в месяц выезжаю просто, допустим, на Алайский базар, гуляю там по магазинам и смотрю, что есть новое. И всегда нахожу, кстати, что-нибудь новое. Сейчас покажу. У меня тут осталось масса, но у меня нет места, чтобы мне есть место, куда это сделать. А я пока буду показывать. Кстати, зефиру нельзя долго, его нельзя долго оставлять, поэтому я сейчас буду доделывать, иначе он застынет и у вас ничего не получится. А я пока расскажу, что я нашла на Алайском. Во-первых, в печенье Савоярди часто нас спрашивают, действительно найти их в любом карте или макро, еще каком-то супермаркете тяжело. На Алайском я нашла их в двух магазинах, рыбное местечко. Еще мы потом ссылочки поставим. Стоимость 58 тысяч. Можно сделать самим. Это очень легко. Это, по сути, просто бисквит, нарезанный на ломтики. Дальше. Я купила на пробу горячий шоколад. Обожаю вот эту историю, когда холодно, сварим какао, или сделать горячий шоколад, и как во всех этих фильмах. Помнишь? Мы сегодня попробуем? Мы попробуем, да. Я взяла поэтому на пробу. Он тоже стоит около 50 тысяч. Производство Беларусь. Раньше никогда не пробовала именно этой фирмы. Дальше. Соусы для мяса. Сейчас завезли огромное количество вот этой фирмы Костровок. Это не первый соус, который я у них беру. Они мне все очень нравятся. Именно вот этот еще не пробовала. Скоро сезон льдейки к мясу запекать. Да, будет очень вкусно. И еще тоже нас часто спрашивают, какой мы используем соевый соус. Я пришла на Кикаман. Классика. Не помню стоимость. Попробую сейчас посмотреть чеки. У них есть более легкие, есть вот этот классический. По-моему, есть еще какой-то третий вариант. Надо все купить, все попробовать. Так, нет, здесь ценник не один. Поэтому, к сожалению, стоимость Кикамана я не помню. Но я хотела еще один соус показать. Тоже фирмы Костровок. Очень-очень вкусный. Он брусничный. Найдете? Берите смело. Стоимость от 30 до 40 тысяч. Совсем недорого. Хранится в открытом виде в холодильнике очень хорошо и очень долго. Даже если у вас получилась сухая курица, такое бывает, то есть вы пересушили какое-нибудь мясо, любой соус всегда поможет его улучшить. А со стейком фан-бархи просто. Тейк. Да, все что угодно. В целом, прям вот залетит на ура. Обещаю. В общем, я закончила. Ура! Итак, главная сила зимней напитки лично у меня. Это горец, шоколад, какао и глинтрии. Причем без разницы на вине или на каком-нибудь соке. Главное, вот много-много специй в нем. А у тебя, по-моему, главное блюдо – это много сахара. А у нас, по-моему, очень мало терпения, поэтому в целом у нас стабилизировался зефир. Ну, вообще, ему бы еще часочек хорошо бы полежать, но он уже очень классный, очень хорошо держит форму. И вот, получается, вот такие вот сахарные бомбочки. Они очень вкусные. Да, я попробовала. Бомбочки, правда, вкусные. Про шоколад. Здесь в составе указано, что есть молочная сыворотка, поэтому разводить мы будем просто водой. В каждую крошку я делаю разное количество смеси, чтобы потом поднять, от чего как-то будет зависеть вообще, что это будет на вкус. Марку мы отдадим самый сладкий, самый вкусный, самый густой, горячий шоколад. Не зря же он нас снимает. Марка все любят. Так, ну пока нам три зефиринки хватит, остальное мы делаем. Чего это нам три зефиринки хватит? Еще? А мы ни с кем делиться не будем. Вот так всегда. Надо с кем-то делиться. Когда у тебя в проекте в команде работают 10 человек, хомячить что-то втихаря наук за родину на кухне очень сложно. Мы прям сами гордимся. Первое, что я хочу сказать, горячий шоколад вкусный. У меня в высоком случае. У меня было причем тут мало. Здесь одна чайная ложка. А здесь сколько? Здесь полторы. Марка самый, видимо, насыщенный, у него две. Он сгибает головой радостный, довольный. Ну, кстати, да, он такой густой, приятная у него такая очень консистенция. Надо попробовать зефир. В общем, зефир очень вкусный. Все, что ли? Зефир очень нежный, во-первых, получился. Но Ира еще его не попробовала, но сейчас попробуй. Я пробовала в офисе и оттаскала. Вкусно? Да. Мне очень нравится. Сам себя не похвалишь? Вообще никто не похвалит. Смотрите, вот так надо. Все. Давайте посмотрим. Вкусно? Я не могу попробовать. Давай попробуем. Я много говорю. Клево. Мне очень вкусно.